ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомыслены, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Все понятно, отлично. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 6 стих. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Тоже все понятно. Не надо нарушать закон, не надо быть коростолюбивыми. Здесь, конечно, это не просто про желание, но про какие-то активные действия. Помс, доимству, вымоганию, взяток и прочего. Господь отомстит. Так вот вопрос, который задает человек. Нет ли противоречия в этих двух цитатах? Кто же Господь, Бог мира и любви или мститель за грехи? Как может милосердный Бог одновременно быть мстителем? Смотрите, вот для язычников действительно вопрос, ну, логичный, потому что у язычников есть Бог войны, Бог мира, Бог моря, Бог суши, Бог зимы, осени, чего угодно. Вот чего угодно есть Бог. Бог северного ветра, западного и северо-западного отдельный Бог. У Богов узкая специализация. А когда Бог один, Он одновременно Бог всего, причем Он не просто обеспечивает людей тем или иным, не просто помогает в той или иной ситуации, но сама ситуация в его руках. Конечно, есть всегда возможность сказать, ну, это два разных Бога, и такие ереси бывали в истории человечества, самые известные из них, Маркионова, но эта идея периодически возвращалась, что Богов вообще-то двое, добрый и злой. И мир, в котором мы живем, не очень хороший мир. Он создан злым Богом, поэтому он такой. А Бог добрый нас из этого мира каким-то образом пытается спасти, вот что-то там происходит. Это такая древняя идея, уже в первых веках христианства она вполне себе присутствовала. Слушайте, но ведь если мы имеем опыт общения друг с другом, мы тоже понимаем, что добрый – это не значит добренький. Добренький – это тот, кто всегда говорит только что-то хорошее. Добрый человек может быть достаточно жестким там, где речь идет о противостоянии, злу, насилию. Его доброта выражается именно в том, что он не дает одному человеку совершать это по отношению к другому или другим. И наоборот, злой человек, человек равнодушный, он может быть очень даже снисходителен к чему-то просто потому, что ему все равно, его это не беспокоит. И как раз вот тот самый бог мира, любви и милосердия – это бог, которому это нужно, которому это дорого, который этого хочет и ждет от нас. Но это не значит, что он как автомат с газировкой будет наливать только это. Вот ты монетку кинул, молитву, да, и тебе в стаканчик налилась эта сладенькая газировка, и ты пьешь ее. Нет, он будет взаимодействовать с тобой, с другими людьми, в зависимости от того, что с вами происходит. И как раз ведь основная мысль так фессалоникийцам у Павла, что бог мстит за это, а не вы. И это еще из Ветхого Завета «мне отмщение и азвоздам», да, это слово на церковнославянском. То есть то, что именно бог мстит за какие-то грехи, за какие-то поступки человека – это слово «месть», которое здесь употреблено, может быть, не очень точно его описывает, но это его свойства, да, то есть то, что бог устанавливает правосудие в этом мире. Слово «месть» по-русски, ну, оно применимо скорее к человеку. Человек мстит от обиды, от злобы, он хочет причинить зло тому, от кого он претерпел зло, очень часто думает, что претерпел от него зло, а на самом деле вовсе нет. Так вот, по сути дела, это разговор о том, что это самое отмщение надо передать Богу, потому что он, как бог мира и любви, подведет этот итог наилучшим образом. И мы видим в Писании огромное количество таких историй. Мне больше всего нравятся истории из книги «Бытия» Иосифа, его братьев, которые причинили ему явное зло, и бог отомстил, но не тем, что он их наказал, да, там, посадил в тюрьму, я не знаю, избил плетьми или там еще что-то ужасное с ними сделал, а тем, что он поставил их в ситуацию нестерпимого стыда, но спас их всю семью от голода. Это надо пересказывать историю Иосифа, чего я сейчас делать не хочу. А это его отмщение. То есть любой нормальный человек на месте Иосифа отомстил бы по-человечески, действительно, там бы избил, посадил в тюрьму, там еще придумал какую-то очень неприятную жизнь для своих братьев, да. А вот он их поставил перед судом своей совести, с тем, чтобы они, ну, испытали жгучий стыд, которого они никогда в жизни не забудут. Вот одна из историй. Таких историй довольно много в Священном Писании. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok